да это понедельник а это наш он наша любимая рубрика привет андрей здравствуйте ребята всем всех рады хотел сказать видеть но мы вас не видим вы нас видите поэтому мы рады что вы нас видите в этот понедельник так же как в предыдущие понедельник и мы как всегда собираемся для того чтобы обсудить главные новости а значит а новости у нас сегодня кстати как никогда в понедельник накопились бывает так что мы с андреем собираемся там за часик до разговора и такие о чем будем говорить о чем будем говорить что там написала безуглая а сегодня называется не до безугла сегодня огромное количество разных интересных новостей во-первых а значит в давосе произошел уже диалог относительно формулы мира выпущена уникальная в своем роде каменюки андрей надо соврать да об этом мы обязательно поговорим в германии значит происходит интересные метаморфозы они там вовсю готовятся в двадцать пятом году или не готовятся отражать российскую атаку об этом мы тоже скажем значит несколько слов есть там определенное понимание им появился у нас всеми когда-то очень популярный ким который сделал очень интересные заявления в сторону мужчин в украине какие именно заявления и почему он считает что не все должны жить полноценной жизнью разберемся значит в рамках сегодняшнего разговора но и еще несколько интересных новостей которые давайте уже по ходу будем с вами вместе обсуждать поэтому вы подписывайтесь на канал если вы не подписаны ставите лайк обязательно для того чтобы видео набирало наибольшее количество просмотров вот и пишите в комментариях то о чем вы думаете по ходу нашего разговора за это будем весьма благодарны также не забываем ребята написать и отметить слышите ли вы меня лучше потому что я вот скажем так купил себе гаджет специальное устройство передающие звук чтобы вы меня лучше слышали потому что многие жаловались о том что что-то что-то со звуком у нас не сильно профессионально теперь мы вроде бы купили напишите пожалуйста комментарии насколько улучшился звук в стриме вот андрей говорит что друзья я ничего еще не купил я еще ничего не купил а все почему потому что вы не перешли прошлый раз на канал лигист не оформили подписку не оформили спонсорство даже кофе не выставили кстати там опция появилась а вот василий за полтора года наших стримов накопил молодец я вижу тебя дороже я тебя вижу дороже ощущаю дороже подписываемся на канал лигист обязательно ссылочка будет в описании поэтому это сделать очень просто а еще в описании будут реквизиты благодаря которым мы выходим непосредственно в эфир и остаемся независимыми самыми на свете в рамках своего youtube канала поэтому выходим благодаря вашей поддержки стартуем итак итак какой бы ты хотел отметить самую главную новость на текущий момент андрей не в свейцарии ли она ну это с точки зрения событий которые принципе будут скажем ключевыми на этой неделе место где они происходят это конечно же все то что касается давоса темирного экономического форума я даже вчера у себя видео на канале записал вообще не об украине но о давосе там короче макиньи вообще не вторая реклама за пять минут нет почему на самом деле не реклама а просвещение я так считаю нужно это воспринимать потому что тот кто хочет послушает посмотрит а тот кто нет то нет и вот сегодня кстати в развитии того кто я записал одна из женщин на одной из панелях давоса говорит ёлопало 50 процентов рабочих мест будут заменены искусственным интеллектом а в том видео который я записывал а записывал его по материалам документа который подготовил макинзи по заказу организаторов этого давосского форума там искусственном интеллекте говорят для мировой экономики это плюс среднем от двух с половиной до четырех с половиной триллионов долларов роста ввп поэтому давайте все не ссорятся не сраться вот это как бы конкурировать то заменим на медилекте зарабатывать нет давайте просто на этом зарабатывать никто никого заменять не будет поэтому да эта неделя это давос я вот скажем больше ожидания с точки зрения международных каких-то форумов и площадок возлагаю конечно мюнхенскую конференцию с безопасности но она если не ошибаюсь наверное феврале будет там все-таки ну грубо говоря не бизнесмены там политики там все-таки научные сотрудники там будут смыслы а тут не то чтобы смыслы тут куча кулуаров куча гостиниц куча лобби и мест где можно пошуршать но но перед тем как начался форум он начался сегодня вчера уже для того чтобы иметь возможность наверное пообщаться более вернее менее интенсивной обстановке там состоялся заседание как же что правильно называется что я не не дал штангу потому что четверто четвертая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в Вейцарии это украина счета основных принципе мыру для украины ну короче советники по вопросам национальной безопасности пос митинг ин довоз встретились теле фотки на этот раз были вот первые несколько встреч и копенгагене и в джиде и на мальте по большому счету были без фоток а теперь вот если вы открываете телеграм-канал офиса президента смотрите что там борисович где-то в центре вокруг него какие-то непонятные люди которых вы не узнаете формула мира звучит и есть фотка знаете это потому что мы помним в конце года было сообщение еще о чем то была встреча тайная без фоток да кстати об этой этой встрече толком-то ничего и не известно она как-то осталась потому что она и потому что она и тайная она даже в каноническое исчисление не вписано понимаешь потому что в давосе четвертое и они перечисляют что первое было в копенгагене это 24 июня 23 года кстати фиксируйте это на самом деле исторические события в джиде 5 августа да то есть спустя полтора месяца на мальте 28 октября и соответственно как мы ожидали но не мы ожидали как нам говорили туда нового года будет еще одна делать еще пятерочку вопросов из 10 пунктов обсудим и потом в идеале конец года закончить встречи лидеров стран потом тут просто для того чтобы понять пошло оно туда или пошло оно правильно или неправильно нужно понимать исходную хронологию как то что анонсировал идея вот мы находимся сейчас чтобы либо отбросить просто эти события и новости с точки зрения их важности либо продолжать за ними следить так вот исходный план был до конца 23 года мы встречаемся на уровне лидеров я думаю что в этот исходный план исходя из того что первая встреча была еще в июне включалась в том числе определенные положительные результаты на поле боя ну то есть за время летнего наступления то есть и финализируем год то есть на поле мы побеждаем достигаем результата положительного для нас на воде на море тоже достигаем и финализируем там политическим документом в котором прописываем как бы то как бы мы видели переговорный процесс и так дальше причем финализируют лидеры стран есть такое вот короче Потом была пресс-конференция Владимира Александровича, которую мы с тобой обсуждали, и где-то кто найдет в себе силы и желание восстановить в памяти эти события, посмотрите пару стримов назад, у нас этот вопрос, мы его касались. Владимир Александрович сказал как, ну смотрите, еще одна от встречи в Довосе, в Швейцарии, потом лидеры стран, железо, железо лидеры стран, и уже мы финализируем документ, и с этим документом передаем его агрессору, и агрессор, скажем, в принципе, ну начинаем переговорный процесс, переговорный, ну имеется ввиду по имплементации. И вот, собственно говоря, где мы находимся сейчас. Четвертая встреча состоялась в Швейцарии, ее результат. Обратимся к официальным источникам, потому что пресс-коммунике, пресс-коммунике, оно находится у нас на сайте президента Украины, там, в принципе, три или четыре сообщения за сегодняшний день. Сначала отметить, что это глобальное резюме по данной встрече, да, то есть для граждан наших. А я бы не сказал, честно говоря. Ну, как тебе сказать, подожди, пресс-коммунике, это результат. Ну правильно, это результат. Да, ну, нет, подожди, в идеале, в теории, конечно же, да, ты абсолютно прав, и наши зрители с тобой согласятся. Мы же, когда анализируем, допустим, саммит большой двадцатки, саммит большой семерки, встречу стран БРИКС, ну, не знаю, короче, все, что мы не анализируем с точки зрения международных встреч, мы всегда анализируем, что? Коммунике. Ну, потому что международные договоры они не подписывают, они садятся, что-то жужжат, обсуждают, трут между собой, находят какие-то компрессии в формулировках и вываливают в мир коммунике, который, важно все подчеркивают, подписали все страны. Да, никто не выебнулся, простите меня. Это коллективное, коллективное согласие на финализированную точку зрения относительно происходящего на данной встрече. Да, ну, то есть, никто хвостом не вильнул и так дальше. И тут вот, как бы, хренась, ну, то есть, я сначала утром прочитал, не утром, где-то днем прочитал один такой текст, полотно на сайте офиса президента, там цитаты Ермака, там цитаты о том, как это все важно, думаю, может, это оно. Ну, вроде советники, там такое. Потом смотрю, коммунике появилось, думаю, ну, нихрена себе, еще и официальный документ. Ну, в общем, читаю этот документ, так по существу, чтобы ты понимал. Что в нем? Две страницы, вообще на три растянута, на шапка здоровая, и на третьей странице он там на треть. Плюс интервалы между абзацами двойные, даже между строками полуторные. Короче, растянуты как могли. А это важно, потому что если есть содержание, если есть содержание, то растяивать вот так не надо. Поехали. Финал. Короче, я это смысла читать нет, потому что тут... Хотя бы в двух словах, о чем там написано? Ну, смотри, встретились, продолжая вот все встречи, которые были до этого. Встретились на 690-й день. Этот абзац можно сразу выключать, вот когда он начинается на 690-й день, сразу можно дальше не читать. И предметно-воткрыто-конструктивно-зустреч. В коммунике такое не пишут. Это хорошо. В коммунике пишут обычно стороны или участники достигли соглашения о... Стороны или участники делают акцент на необходимость. Андрей, погоди. Никто никогда не пишет. Могла же быть одна из стран. Могла. Могла, которая сказала бы, в принципе, встреча, говорит, была предметная, но не сильно конструктивная. Или непредметная абсолютно, но оказалась очень конструктивная. Такое же тоже могло быть разночтение. А нет, они согласны. И предметная, и конструктивная. Очень важно. Ты вот очень важно подметил. Встреча была проведена, ведь дипломат, чувствуется все-таки потенциал. Открыто, конструктивно, в рамках которой детально обсудили ключевые принципы, на которых может строиться всеобъемлющий, справедливый и стойкий мир для Украины и всего мира. Такой мир должен основываться только на уставе ООН, соответствующих резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права. Отлично. Дальше пять пунктов, которые обсудили. Это выведение российских войск, прекращение боевых действий, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации, повторение агрессии, поддержание окончания войны. Та-ра-та-та. Набор слов прекрасен. Короче, а теперь с точки зрения... Все важные пункты, абсолютно. Все обсудили, все согласно уставу ООН. Значит, еще. Встреча лидеров может дать начало тематическим встречам в разных странах, на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для подготовки детальных предложений для лидеров. Да, еще раз. Люди... Ребят, представьте сейчас, просто вот лень потом этот эффект будет накладывать от звук сверчка. Да, скажи. И это, Василий, не меня пытается каким-то образом потроллить. Имейте в виду. Озвучивающий текст не виноват в том, как составлен этот текст. Тут я полностью с тобой согласен. Подожди, я не сильно понял. То есть, это были подготовительные встречи для того, чтобы... Все-таки в итоге выйти на встречу лидеров, которые начнут заниматься подготовительными встречами, или как? Лидеров, которые дадут старт процессу встреч на министерском, парламентском и других уровнях, чтобы подготовить им же, тем, кто даст старт процессу, предложение по имплементации. Короче, я просто напомню, опять же, почему мы начали с тобой издалека. Мы пытаемся у людей систематизировать знания, да? Ну, как-то их кустыканить. Фраза была следующая. Советники... Кто такие советники по вопросам национальной безопасности? Ну, типа Джейкоб Салливан в Соединенных Штатах. Это ни хрена себе должность. В некоторых вопросах покруче Блинкина. И, типа, если допустить себе в голове, что этот человек недостаточно компетентен, чтобы предложить предложение для президента Соединенных Штатов, то президент Соединенных Штатов не будет какого-то проходимца ставить на должность советника по вопросам национальной безопасности. Однозначно. Ну, как бы с учетом его полномочий. Это, ну, в некоторых вопросах, я считаю, это человек, наверное, второй в стране, потому что вице-президент, в зависимости от того, какой вице-президент, ну, на тему Камалы Харрис, номинально, может, она и вторая. Ну, хотя там, ладно, есть Конгресс еще и так дальше, да, но, тем не менее, с точки зрения близости к президенту. И говорить о том, что вот этого уровня недостаточно советников по вопросам национальной безопасности. Давайте начнем с другой стороны. То есть мы с вами шли в рамках алгоритма. Советники – лидеры. То есть советники – это близкие люди, которые там плюс-минус не ограничены полномочиями, они могут ничего не комментировать, но вы им, пиздец, все доверяете, потому что они важные люди. Ну, Ермак не даст соврать, он у нас тоже, считай, почти советник по вопросам национальной безопасности президента. Не Данилова, чтобы отправили на секундочку, да, то есть все, кто прекрасно понимает. То есть и непосредственный уход к президенту. То есть советники, лидеры подписали, поехали. Цитаты Владимира Александровна. Алгоритм полезен. А теперь алгоритм меняется. Оказывается, советники, лидеры. И давайте начинать обратно. После лидеров снова парламентарии, министры, советники и снова лидеры. Может быть, а может и нет. Что нас возвращает к тому, что исходная формула советники, лидеры стран, документ переговора потерпела сокрушительный пиаск. То подтверждается в документе. Последние фразы написаны курсивом, мелким шрифтом. Я напомню, речь идет о пресс-коммунике от 14 января 2024 года до ВОЗ, Швейцария. И заканчивается но словами. Эта коммунике не призначена для отображения позиции каждого из участников. На русском. Эта коммунике не предназначена для отражения позиции каждого из участников. Вопрос. Внимание, вопрос. Что это за коммунике? Следующий такой подход закончится тем, что на следующей встрече, если она будет и когда она будет, если она будет и когда она будет, ну когда, скорее всего. Часть стран отвалится и не приедет. Ну или может отвалиться и не приехать. Скажет, подождите, мы с вами достигли какого-то соглашения? Мы с вами вычитывали документ, который называется коммунике? Нет. Может, наши ж как обычно хитрят, понимаешь? Коммунике ж как написано, как написано в шапке. Пресс-коммунике співголів. А кто у нас співголовы? Это первый абзац. Четверта зустріч радники испытаний, национальной безопасности и внешней политики, Швейцарии и Украины. То есть, по большому счету, это пресс-коммунике, на что наши хитрятцы и, скажем, ловкие дипломаты будут апеллировать в коммуникации с другими участниками, они скажут, ну, так мы ж не за вас писали. Это так, Швейцария и Украина просто вот как співголовы, оно ж не распространяется на вас. Так тогда вопрос, кого вы нахотите наебать этим, прости меня, пресс-коммунике? Хороший вопрос. Смотри, на данный момент уже появилась реакция и в западной прессе относительно данного момента. Ну, не конкретно коммунике, а по встрече. В целом встречке. Да, давай посмотрим, что об этом пишет, например, Таймс. Как бы не вечерний Житомир, но тоже вроде бы авторитетный источник. Извините, там никого не хотел оскорбить от вечернего Житомира. Значит, переговоры в Давосе по мирному плану для Украины были отмечены растущим участием не западных стран, но ограниченным прогрессом на пути к миру. Об этом пишет издание FNM Soul Times. Далее цитата как бы из издания. Для западных чиновников национальной безопасности, присутствовавших на переговорах, главное достижение было простым. Более крупная и разнообразная совместная фотография, чем в прошлый раз. Так отметили в Financial Times. Присутствовали представители 83 стран. 18 из Азии и 12 из Африки. На предыдущей такой встрече на Мальте в октябре было 65 стран. То есть количество участников расширилось. Но, как пишет Financial Times, на решение Китая, самого важного союзника Москвы, не участвовать в мероприятии, подорвало его значение на старте. Министр иностранных дел Швейцарии, которая была одним из организаторов переговоров, также заявил, что участие стран БРИКС очень важно, поскольку они поддерживают отношения с Россией. Официальные лица заявили по итогам переговоров, что некоторые страны глобального юга подтвердили свою позицию, что Российская Федерация должна быть вовлечена в переговоры, а урегулирование должно учитывать ее проблемы безопасности. Такие желания Украины присоединиться непосредственно к НАТО. Ну и, конечно, у нас разные мысли о том, как можно достигнуть мира. Некоторые считают, что необходимо немедленно сесть за стол переговоров с Россией. Сказал об этом господин Ермак. Вот это то, что написала Financial Times значит по данному мероприятию. Если честно, новость, конечно, серьезная, издание серьезное, но в ней, кроме количественного показателя, я так смотрю, акцента по большому счету ни на чем-то и нет. Единственное, что можно сказать, что не было Китая, а без Китая как-то это все медленней едет, отмечают в западной прессе. И о том, что некоторые говорят о том, что нужно туда каким-то образом вовлекать Россию в эти переговоры. Там даже не некоторые на выходных была новость, по-моему, в субботу просто, не в воскресенье, а в субботу, о том, что кто-то из министров в Швейцарии сказал о том, что необходимо... Ну, то есть это была именная цитата, ее разносили в СМИ, говорили, что как это разговаривать типа о мире без России. Ну, то есть это прямая цитата, о которой говорят типа в голос. Ну и все. Поэтому ты абсолютно прав с точки зрения того, что форма и содержание, они расходятся вот так. По форме, то, о чем мы можем прочитать у нас, ну, в наших официальных источниках информации, к сожалению, вот эту форму мы пытаемся массово всунуть в головы наших граждан, не признавая то, что по содержанию лажа. Почему? Потому что, блин, каждый канал, который вещает в эфирном, скажем, формате, не Ютубе, а именно эфирном формате, берет официальный пресс-релиз с сайта Президент, который начинается со слов. 690 дней, 80 стран-участников, расширенная география, всемирная поддержка. Дальше они не дочитывают. Вот так детали даже с документами. Ну, это же несложный анализ. Тут не надо, короче, читать этот документ прям сильно. Ну, если ты натренирован, то в глаза бросаются. Типа одна настыковка, вторая, третья. Ты говоришь, да это хуйня, простите. Ну, в общем, говоришь то, что это есть на самом деле. То есть рациональный, нормальный, критический с точки зрения, содержание, анализ приводит к выводу, к выводу, который, собственно говоря, должна артикулировать официальная власть. Но людям берут форму, говорят, 80 стран, было 60. О-о-о! Класс! В тое время, я вот не помню, что Кулебов в своем твиттере считал, то ли тех, кто гарантии Украине должны дать, то ли тех, кто к формуле мира присоединились. Ну, он там счетчик вел. Типа 31 страна, 29 стран. Куда счетчик делал? Ну, то есть, и даже, ну, участие в переговорном формате, суть переговоров, вы на хрена собираете столько людей? Да? Столько стран. Для того, чтобы сказать, смотрите, мы вас один раз позвали, второй раз позвали, вы должны вот то, что мы написали, подписать. Ну, логика типа такая. Ну, тогда эти страны говорят, тогда вам наше мнение нахер не нужно. Вам нужно наше присутствие, в котором мы должны засвидетельствовать ваше величие. Но мы ваше величие считаем, да? Ну, вот Китай в чем не участвует? Не из-за того, что это в Швейцарии. Ну, потому что отношение в целом по китайской позиции, у нас мы с тобой тоже его обсуждаем. Когда Ли Хуэй очень долго поездом добирался до Киева. Когда, ну, инициативы Китая были восприняты, ну, мягко скажем, типа, ребята, гуляйте лес. Вот. И Китай абсолютно рационально мыслит в контексте, а зачем приезжать и легитимировать собрание, на котором я непонятно зачем вообще трачу время свои и усилия. И поэтому Китая там нет. Ну, а раз там нет Китая, ну, значит, нет второй экономики в мире. А раз нет второй экономики в мире и центра, допустим, вокруг которого в БРИКС пытаются выстраивать параллельную структуру, там, экономическую, финансовую и так дальше, то какие рычаги воздействия? Или можно подумать, другие участники в мире, Саудита, скажут, вы в Китае. Ты что там это? Не приезжай. Значит, в принципе, переговорный процесс должен быть направлен на поиск формулировки, которую могут вот эти 80 расширенных участников поддержать. мягкое, нейтральное, не такая радикальная. Какие-то пункты убрать. Но в общем контексте всего того, что наговорили нашего офиса президента по итогам события в Давосе, финализировалось простыми словами Андрея Борисовича Ермака. Мы все равно победим. Ну, то есть в одном из цитатов мы все равно победим. А смысл мирных, ну, мирных инициатив. Если вы победите, победите, вам не нужен мирный план. Вы побеждаете врага на его поле боя. Это военная победа. И тогда враг принимает условия капитуляции, которые вы ему выдвинули. Тогда вы определитесь. Вы или побеждаете, или в переговорном процессе хотите восстановить справедливость и готовы идти на какие-то компромиссы с учетом действительности. Вы тогда обратитесь, грубо говоря, с кем Владимир Александрович будет там завтра встречаться, ну, может, и сегодня вечером в гостинице какой-то, со стороны Соединенных Штатов. Не с таким, не с Джейковом Сталином, не с Блинкиным, случайно. Не они писали и высказывались в американской прессе с уст или словами господина Хаса о том, что нужно, нужно привести к условиям действительности либо пересмотреть стратегические цели, связанные с военной кампанией. Или осязаемое понимание слова победа. То есть демонстрируйте адекватность. В противном случае участие вот там в четвертом, пятом, шестом форуме, оно лишено смысла для этих участников. Ну, потому что, ну, как бы, в чем, в имя чего? Я тебе сейчас еще один фрагмент прочитаю. Давай. Специально себе вырезал его тоже с офиса президента на тему вот этих всех инициатив. И если держава-агресор реально демонструватиме бажание завершить эту войну та повернутися до поваги, до международного права, мы для такого момента матим мы цей спильный мирный план. Давай на русском. И если государство-агресор реально будет демонстрировать желание завершить эту войну и вернуться к уважению международного права, мы для такого момента будем иметь этот общий мирный план. Ну, вывод. Опять концепция поменялась. Мы его что-то наработаем, что-то наработаем, непонятно, как подпишем, с кем подпишем, ну, по идее, за суда. Никому передавать не будем, никому передавать не будем. Вот он просто будет. Вот этот документ, он просто будет. Он не повлечет ни на кого никакие обязательства. Ну, он не международно-правовой, он просто вот такое. Пошумели, план типа, вот как в коммунике, подписали, спив голову мы. Да, да. Ну, вот русские, вы его потом когда-то или примете, или не примете. Ну, и русские такие посмотрят, не примем. Ну, и все. Тумиха, тысячи часов летных в самолете, миллионы денег на лоббистов, на участников этой конференции, тысячи и миллионы часов эфирного времени. Все пустует. Абсолютно все. Ну, потому что это же слова Ермака, который с офиса президента в такой момент, когда Россия задумывается и захочет, он у нас будет. Понятно. Хорошо. К слову, стоит сказать, что за неделю, наверное, перед Давосом из разных сторон, из разных, скажем так, стран, представители прессы выпускали некоторые такие, скажем, пометочки о том, что неплохо было бы в процессе переговорной вовлекать обратно китайскую народную республику. Появлялись эти новости, потому что как-то про нее подзабыли. И действительно, мы можем констатировать, что после такого достаточно активного, помню, старта и поездки советника, о которой ты вспоминал, как-то все приостановилось. Я уже, если честно, был готов к тому, что сегодня будут какие-то сенсационные новости только относительно того, что Китай присоединился к данному процессу, потому что сильно уж нагнеталось вокруг Китая. Однако, это не случилось. И вот в западной прессе, в контексте даже статьи Financial Times говорят, что это подорвало, скажем так, авторитетность данного мероприятия. Насколько оно подорвало и подорвало ли, судите, в общем, граждане сами. Слушай, а было, что подрывать? Не знаю, не знаю. Оставим это рассудить нашим зрителям. У нас она, аудитория, умная, рассудительная, аналитически способная, подкованная, которая сейчас поставила лайк, если вдруг забыла это сделать и обязательно подписалась, потому что это правильное решение в рамках нашего канала. А мы движемся к другой новости, причем к другой новости, которая повергла в шок, наверное, не нас с тобой, вот, не нас с тобой, а вот этих вот, знаешь, которые просыпаются с утра, говорят друг другу good and tak, а потом себе на греночку вот этот фарш сырой мажут, и вот они открывают эту газету, газету, бильд такой, бильд они открывают, вот этот фарш так берут, здесь у него пиво утреннее, и он так читает, и у него так, просто на секунду должен был зависнуть, и у него так фарш так ляп вниз, потому что там ни хера себе чего написано. это вам не шуточки, это бунгасвер готовится к атаке Путина, пишет об этом газета бильд, представьте себе, тут стоит, как бы, разобраться, о чем конкретно. И, значит, как передают нам эту новость, то, что германская армия готовится к вооруженному конфликту против России, следует из секретного документа, который появился, значит, в Министерстве обороны Германии, пишет газета. Что в этом секретном документе значится? Ну, ребят, тема реально не шуточная, как бы, для немцев, я уверен. Значит, уже в феврале этого года может произойти возможная эскалация по отношению, значит, между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, в котором шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как будет действовать Владимир Путин, и как НАТО придется защищаться от, там, провокации, нападения, то есть, в каком виде это будет непонятно. Значит, по сценарию, который описывает газета, Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительные 200 тысяч человек в феврале 24-го года. Тут, грубо говоря, через месяц. Далее, весной Кремль начнет масштабное наступление в Украине на фоне недостаточной поддержки Запада до июня 24-го года нанесет поражение вооруженным силам Украины. А далее, по этому сценарию, Российская Федерация провоцирует агрессию противоэтнических российских меньшинств Прибалтики. Ну, о чем, кстати, не единожды говорилось. Проводят учения, даже написано название учения Запад-2024 с привлечением целых 50 тысяч солдат на Западе, России и Беларуси. В октябре 24-го Россия перебросить должна будет войска и ракеты средней дальности в Калининград с целью удара по Сувальскому коридору, который соединяет Калининградскую область с Беларусью через территорию Литвы и, кстати, граничит с Польшей эту область. На секундочку, это очень часто любят комментарии. А где вы видели границу России и Польши? Вот там и видели. Такое бывает. В декабре, сразу после, говорит, американских выборов, там может начаться пограничный конфликт и беспорядки. Российская Федерация попытается воспользоваться тем, что политическая система в Соединенных Штатах должна быть парализована, пишет Бильд, ссылаясь на сценарий непосредственно Бундесвера. Ну и в январе 2025 года Польша и страны Балтии соберут заседание Совета НАТО и заявят о росте угрозы со стороны Российской Федерации, которая в марте перебросит дополнительные войска в Беларусь и границам Прибалтики. Ну или стран Балтии, как сейчас называют. Значит, в мае 2025 года НАТО примет решение о мерах для надежного сдерживания, то есть вот только к 2025 году, о мерах для надежного сдерживания, чтобы предотвратить нападение России на Сувальский коридор с двух сторон Беларуси и Калининграда. В день ИКС, как говорит Бильд, согласно секретному документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО дает приказ о переброске на Восточный фронт 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч военных Бундесвера. Этот сценарий, вероятно, будет рассматриваться как легенда учений НАТО. Сделали пометку журналисты, которые анализировали статью Бильд, и в итоге, в итоге, пока немцы были в шоке, пиво, глотку им не лезло, и был совсем не гуден так, появилось разъяснение непосредственно от немцев по этому вопросу, от официальных, я имею в виду, немцев, которые говорят, что то, что описал Бильд, это просто сценарий, ну, условный сценарий учений, а сценарии учений бывают достаточно такие, скажем так, фантастические для того, чтобы придать какую-то там, не знаю, важность мероприятию военному учению. Ну, как-то так, наверное, можно это описать, я уж не знаю, как. Но Бильд из этого сделал такую сенсацию, и, блин, мягко говоря, в Украине точно, а я уверен, и в Германии обсуждали эту новость с очень большим интересом. Очень большим Я с тобой абсолютно согласен. Более того, люди писали уже об этом как не о учебном плане или легенде для учений, а как о секретном плане вторжения. Уже все по датам расписано. Там только берешь исходную первую отправную точку, февраль 200 тысяч мобилизации, и понимаешь, что план уже идет не по плану. Ну, потому что в марте выборы в России и смысла 200 тысяч мобилизировать нет, ну, то есть мобилизацию объявлять смысла нет, если параллельно с этим каждый месяц 30 тысяч людей приходят добровольцем. Ну, как об этом говорят. ну, Скибицкий сказал, мы же не можем, ну, вернее, можем, но не будем не верить нашему главному управлению развивки. Согласен полностью. Поэтому берешь отправную точку и говоришь, все, план не ложится, нет мобилизации в России. Вот сейчас 15 января нет мобилизации, ни 200, причем, а что параллельно с Украиной, надо же не 200 набирать, надо же набирать уже тогда как минимум миллион, ну, плюс их для того, что к весне они были готовы, русские уже, наши уже признают, что никто, скажем, мясо не бросает сразу в котел, что их готовят несколько месяцев, если плохо подготовились на переподготовку, отправляют. То есть, для того, чтобы 200 тысяч в феврале взять и в марте их использовать, их надо как-то вот за три месяца подготовить. Это все мимо, ну, то есть, рациональное мышление по пунктах, оно тупо не работает, господи, все, а что же они эти немцы теперь делать будут? Они же должны теперь интенсифицироваться, готовиться и так дальше. Стыдно, стыдно, потому что это, ну, интеллектуальное дно, интеллектуальный тупик в целом медийного пространства, которое нацелено исключительно на обсуждение чего-то погорячее, чего-то погорячее, забывает кип чертовой матери все то, что звучало ранее, а что забывает? забывает, что Толтенберг сказал, что мы не видим никаких оснований полагать, что Россия готовится к конфликту с Северо-Атлантическим Альянсом. Точка. Более того, спустя... Это тебе не немцы, которые готовят. Это тебе не немцы, это меня не немцы, я согласен с тобой. Более того, уже сегодня, даже спустя, после того, как немцы сказали, что это типа учения, кстати, учения, которые будут, будут в этом году учения в страны НАТО, по-моему, как раз на территории стран Балтии, и самые масштабные, чуть ли там не на сколько, 300 тысяч человек, короче, ну, большие учения. НАТО вышло, сказала, нет, нет у нас оснований полагать о вторжении, ничего нет. В итоге. Что вот идиоты в СМИ сидят, но тут я сейчас несу поправку, что немецкие СМИ могут делать это осознанно. Почему? Ну, что у нас? То есть, ну, исходя из того, что сотрудники ведомства пропаганды сами не понимают, как работает пропаганда, они являются, знаешь, распространителями фейков, считая, что делают благо. Так было во времена ковид, так есть сейчас, к сожалению, и, короче, от этого больно, но мы никуда от этого не денемся. Почему в Германии может появляться подобный план? Во-первых, мы получили отчетность годовую по их экономике. Минус 0,3% роста ВП. С учетом падения во времена ковид, они фактически считают с 2020 года, ну, их экономика не растет. И в текущем году, ну, фактически она будет скорее всего, что снижаться, продолжать снижаться с учетом инфляции и так далее. Но расходы на вооруженные силы и, скажем, на формирование вооруженных сил у них должны расти. Как-то обосновать это общество можно только под воздействием угрозы. Эффект угрозы русских, которые уже напали на Украину, он испарился в 2022 году. В 2023 он уже не работает. Настроения совсем другие. Настроения меняются в Германии. То есть альтернатива для Германии не просто так на 2% сейчас, по-моему, ХДС опережает по рейтингу. Значит, тебе нужно, как человеку, которого еще освистывают иногда на определенных спортивных мероприятиях, к господину Шольцу, соцдемократу, создать условия, при которых общество будет положительно либо молчаливо относиться к тому, что их жизнь немножко ухудшится. В 2022 году они на это пошли, понимая, что там сволочи разбивают Украину. В 2023 уже не очень на это реагируют. Не очень. Ну и цены нагад немножко поменялись. Плюс есть огромные проблемы у них в сфере занятости и высвобождению работников с релацированных предприятий, которые уезжают и в Китай, и в Вьетнам, и в Соединенные Штаты. Занятостью там реально будут и есть проблемы. Беженцев и мигрантов тоже никто не отменял. И тебе надо объяснить, почему это все. И ты берешь эту бильд, ебильд, и говоришь, слушайте, ребята, смотри, план есть, чтобы немцы поняли, что мы же не просто так тратим сейчас деньги, а мы тратим деньги для того, чтобы не допустить того, чтобы немцы сами воевали. Или нам нужно укрепиться и потратить деньги не на соцэконом, а немножко на армию. Поэтому, что движущая сила подобных мероприятий страх. Поэтому, когда у вас вываливается фар вашего чудесного бутерброда, ваш восхитительный пивной напиток, вы должны понимать, что вываливается он не по чистой случайности, а иногда вполне себе координируется его выпадение. Так можно смотреть на эту ситуацию и, в принципе, на месте тех стран, которым предстоят и выборы, и экономические сложности, и необходимость возвращаться к политике расходов на вооруженные силы, от которой они отказались несколько десятилетий назад, и воспитали общество, которое категория война, отсутствие пива утром, она не мыслит возвращать ее к какую-то среду той действительности, которая циклично возвращается. Конфликты, неопределенность, цепочки поставок, которые разрушаются и так дальше, и так дальше, и так дальше. Как это сделать иначе? Когда ты развил механизм, раньше это можно было в приказном порядке. Одна газета, три митинга, отдельные отношения, все с заводом, все варки. У вас, грубо говоря, капитализм, частный бизнес, глобализм, общество потребителей, в котором существуют сети, социальные сети, медиасети, телевидение и так далее. вы с ними работаете. То есть вы направляете общественное настроение в том направлении, которое соответствует государственной политике. Не так, чтобы объясняя, почему это важно, потому что объяснять оно не всегда работает. Человек преимущественно ему не свойственны сложные мышления, а вот эмоциональное как раз подходит. Эмоциональное какое? Страх. Все вот ваше пиво, форшмаки и так дальше, оно накроется медным унитазом. Поэтому потерпите в один день пост, а мы за тот один день купим какое-то количество танков. Это грамотный подход к направлению социальных настроений. Если он будет последовательным, а он и будет последовательным, причем не только Германию. Я думаю, что в Соединенных Штатах постолку поскольку, но тем не менее тоже им придется сейчас объяснять обществу, почему будут высокие расходы именно на модернизацию промышленной инфраструктуры и так дальше и тому подобное. Поэтому то, как мы это воспринимаем, мы украиноцентричным взглядом смотрим на этот план, говорим, все, теперь это они точно поймут, надо Украине помогать. Просто отбрасывая все, рациональное мышление, для чего это может быть, в какой прессе оно написано, под финансирование, под решение о выделении средств, типа, все сбросили, только в пользу для нас. Меня иногда очень сильно удивляет, как умудряется наша, ну, я считаю, что в принципе распространила эту штуку все-таки наша пропаганда, так вот, как наша пропаганда умудряется ловить новости чужой пропаганды и выкручивать их таким образом, чтобы оно было выгодно показывать у нас с какой-то совершенно другой мыслью, не с которой задумывалась непосредственно эта новость. Вот, это реально уникально, к сожалению, или, не знаю, наверное, к сожалению, все-таки это происходит уже не первый раз и можем сказать, что, наверное, где-то от этой новости может быть и в Литве и в Латвии как-то тоже использовалась она в своей истории местными политиками, чтобы чуть-чуть и там обосрались. Ну, а резюмируя, резюмируя, мне кажется, надо сказать, что, ребят, всегда смотрите чуть шире, потому что любые ученики, учения в любой стране всегда подразумевают определенный сценарий, сценарий не всегда реалистичен, но для выполнения учения он как бы необходим, легенда такая. Вот она и здесь была, которую подняли до уровня, скажем так, всеобщей осведомленности, да, а человек, скажем, не относящийся к данным учениям, а попросту не военный, это все воспринимает совершенно не так, как воспринимает военные научения. И поэтому у кого-то из немцев там добавилось седины наверняка. Друзья мои, сейчас на секунду прервемся от выпуска, для того, чтобы я сказал вам очень важные вещи. Большое спасибо за то, что в 2023 году вы были вместе с нами, это позволило нам стать намного лучше, чем ранее. И в 2024 году мы хотим стать еще круче. Поэтому продолжайте нам ставить лайк, подпишитесь обязательно, те, кто не подписался по какой-либо причине еще на наш канал, а мы знаем по статистике 60% смотрят нас регулярно, но без подписки. Пишите комментарии, наибольшее количество, сколько сможете, это помогает нашему каналу продвигаться на площадях YouTube, ну и все, эти лайки, репосты, комментарии, ну и конечно, 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 для тех, кто оформит платную подписку, особенная наша с кисточкой, потому что вы помогаете становиться нам круче, как можно быстрее. Для тех, кто хочет поддержать канал, есть реквизиты, PrivatBank, Monobank, PayPal, Wise, в общем, все вы знаете. Будем благодарны, выходим благодаря вашей поддержке. Возвращаемся. Короче, таким вот образом я бы... Вернемся к нашему... Да, я согласен. Теперь к нашему южанину, я так понял, да? Хочется поговорить о господине Киме, но не тот, который Ким Чен Ын. Но тезисы не схожи. Не северный, а наш, Николаевский. Не северный. Да, господин Ким, господин Ким появился, ну, для тех, кто вдруг забыл, кто такой господин Ким, это глава Николаевской ОВА, вот, появился на телевидении, между прочим, хочу отметить, что он за последнее время появляется уже энное количество раз, он прошел таким чосом по некоторым медиа, и, опять-таки, хочу ему в плюс сказать, что обладает он неплохим ораторским искусством, то есть даром, он очень неплохо владеет русским языком, даже великолепно, чуть хуже украинским языком, потому что видно, как он формулирует, знаешь, вот он формулирует красивые свои вот эти конфигурации, которые должны нравиться людям, но на украинском языке они получаются чуть-чуть менее убедительные, ну, не хватает ему словарного запаса, но ничего, он подтянется, когда он где-нибудь на должности будет и выговорится, это просто методом опыта, я ему так, если он вдруг смотрит сейчас и волнуется по этому поводу, то не волнуйтесь, господин Ким, это все придет, если вы смотрите наш эфир, обязательно попросите телеграм-канал Николаевский Ванек поделиться им, потому что, как и мне известно, после этого просмотры видео растут на сотни тысяч, ну, может это работает только с интервью господина Кима, не знаю, но мы о нем только в хорошем свете. Совершенно. Так вот, ребят, господин Ким прошел по некоторым центральным и не очень центральным медиа и практически в каждом сделал какое-то очень резкое заявление, которое попадает потом цитатами в паблики, в новости и куда угодно. Ну, в общем, одно из них, одно из них. Что сказал Ким? Их ловит ТЦК, это относительно людей, которые их пытаются мобилизовать, значит, их ловит ТЦК, и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, у тебя нет права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист, сиди дома. Бывают разные обстоятельства. Ты боишься или не хочешь принципиально или любые другие обстоятельства. У тебя должны быть ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие, заявил господин Ким. Честно скажу, как вот для меня для меня возможность такого заявления от чиновника даже главы Николаевского ОВА, потому что его мнение, я вообще не понимаю, почему натягивается на всю страну, в Николаевской ОВА, пускай его мнение будет важным, он там глава. Зачем это все делается на всю страну, я не знаю, кроме как, например, построить определенную дорожку медийного восхода на какую-то должность. О чем, кстати, говорили ранее, там, уже годик назад, но потом как-то про Кима подзабыли, а сейчас как-то опять подспомнили. Что я, значит, хочу сказать? Таким же образом, таким же образом, наверное, народ мог бы ответить господину Киму, что и государство чего-то когда-то должно было бы выполнять. Ну, разве не так? Ну, вы знаете, это как история, если вот в таком ракурсе мысли, знаешь, я тут живаго интервью все время вспоминаю, когда с него пытались взыскать долг по кредиту, а он говорит, так, ребята, я же кредит в Украине брал, в Украине, в банке, в банке, но имущество мое где? Ну, под которое я брал. Вроде тоже в Украине. Так, идите взыскивайте имущество, только имущество на временно оккупированной территории. Говорит, так как, если мы исходим из того, что имущество на временно оккупированной территории, то получается, я плачу налоги, а государство функции безопасности не выполнило. Как вы можете в отношении меня просить выполнить мои обязательства, если то, за что платил я, не выполнил государство? в такой логике каждый участвует в каком-то общем деле, это общее дело обеспечивается всей системой государственного управления, но если государство не справилось, то вот эти последствия одинаковые для всех, и для государства, и для тех, кто участвовал в общем деле. Ну как бы логика, по идее вот этой справедливости, симметричной справедливости, она присутствует в его суждениях жива. В суждениях Тима, ну как, давай вспомним, когда он вернулся, как птица Феникс, снова восстал из медийного забвения. Ну не сказать, что прям сильно медийного забвения, но его стало количественно и качественно меньше. Кратно меньше. Да, примерно, 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 примерно. Ну я, да, я думаю, что наверное с зимы прошлого года, причем прошлого 22-го. В тот момент, когда вот начали опять начать рейтинги мерить, узнаваемости, и вот в тот момент, когда Арестович и Ким примерно стали любимыми потенциальными отцами для детей наших женщин, Тима куда-то делся. И не будем мы с тобой кривить душой, обратимся к прекрасному сайту Украинская правда. Среда 27 декабря 23-го года. Это результаты опроса ДЭМ-инициативы Илья Кучерева или что-то такое. И кто у нас, где у нас Ким? Владимир Александрович Зеленский. Доверие 71%. 71%. Ким В 65%, Кулеба 56%, Притула 55% и Подоляка 52%. Подоляка. Я не сделал ошибку в том, как прочитал. И Подоляка столько... Суть в другом. Ну вот и все. Ну то есть суть в другом. Это же не первый рейтинг, ну вернее не один, я просто первую ссылку забил и попытался к концу года ее подтянуть. Кому доверяют из той команды, которую можно назвать командой Владимира Александровича? Ну Кулеба типа и так при деле. Ну о премьер-министре мы не говорим. Типа о других министрах тоже нет. Но с точки зрения идеологов нашего прекрасного офиса президента, ну военные им не союзники в части рейтингов. Они наоборот находятся в какой-то конкуренции с ними. Значит, что нужно? Нужны люди, которые владеют. Коль уж президент не может, ну и Кулеба тоже не будет ссориться с заложным, да? Нужны люди со стороны слух народа офиса президента, которые имеют уровень поддержки со стороны общества. Ну по крайней мере где-то чуть выше 50%. Подоляка и так работает бедняга. Я не знаю, как он наработал на вот это 52%. Мне кажется, тут все-таки чуть-чуть как бы где-то где-то палец скользнул по клавиатуре, короче, когда набирали цифры, знаешь, и вот чуть-чуть ошиблись. Но больше у него уже не будет, будет только меньше. Чем больше он будет недоразвитыми, скажем, не вполне адекватными признавать других международных партнеров, тем больше у него будет соответствующий рейтинг. Но по большому счету людей не в пределе, ну то есть не в той политике, за которую ответственен президент, но которые могут комментировать сложные темы, такие как мобилизация, либо отношения с военными, да, в пользу офиса президента их немного. Их в принципе нет. Ну, чтобы они были и узнаваемы, и симпатичные, и вроде бы репутация нормальная. Ну и поэтому добрый день, господин Виталий Ким, приезжайте в Киев и пойдете куда-то, по Исландии, по мы Украина, я не знаю, на Раду он зашел, не зашел, тоже, наверное, зашел. Сейчас еще пару блогов каких-то появится, может, с Гордоном пройдется по улицам Киева. И вот он, и он озвучит подобного характера тезисы, которые по своему существу по большому счету оправдывают понятие справедливости в его новом прочтении. В новом прочтении как по отношению к тем людям, которые находятся за границей, тоже шубхонисты, налоги хотя бы платили бы, да, или дома сидели, и тем, кто в Украине остается и находится, что вы, а какие у вас права, на тему критики изменений законов по мобилизации. Ваше дело и ваша задача сидеть дома и молчать. Ваше социально приемлемое поведение, коль уж вы не в окопе, сидеть и молчать. Но есть момент, что те, кто в окопе, они тоже не молчат. А что с ними делать? Ну и для них Ким как бы не совсем авторитет. Ну то есть попытка заткнуть рот нашему сообществу, я не буду себя отделять. Диванных экспертов, которые тут к праву апеллируют, к принципам, говорят, что это плохо, хорошо, не в армии, иди в окопе. Ну не сидишь в окопе, сиди короче дома и молчи. Потому что что? Партия знает, что делает. И тебе это авторитетно заявил. Кто? Ну блин, Ким. А Ким что? Ким из 70% ему доверяют. А тебе сколько доверяют? А тебе сколько доверяют? Кто ты? Кто ты? Короче, херово это все выглядит со стороны. Ну, может, дело в формулировках, может, он совсем другое доносил. Но вот этот условный пакт, который существует в России, не надо его попытаться интерпретировать в Украине. Вы знаете, пока бояре себе там занимаются государственными делами, вас не трогают, сидите и молчите. Ну вот с точки зрения того, что сказал Ким, выглядит примерно так же. Но у нас страна чуть-чуть другая. Нужно понимать социальные, культурные, демографические. Процессы в стране, исходные. Ну и понимать, что даже обычно кричат громче всех, даже не тех, кто дома сидят, и даже не умные, а те, кто не понимают господина Кима, ну и могут сегодня ему хлопать ровно до того момента, пока это не коснется их жизни, ихнего бытия. Вот когда у них счет не заблокирует в банке, случайно. И тогда они пойдут и скажут, в смысле? В смысле вы мне заблокировали? Что значит я должен дома сидеть? Я в демократической стране живу, я имею права и так дальше. тут знаешь, сервис ситуация очень сильно похожа на какой-то такой опять-таки непродуманный пиар-ход. По моему мнению, почему непродуманный? Потому что если бы мне надо было найти кого-то, у кого по-прежнему сохраняется плюс-минус неплохой рейтинг доверия следи граждан, и кто не является сильным раздражителем, и сделать так, чтобы его рейтинг максимально уронить в достаточно короткий период времени, ну то есть все же, наверное, уже знают, у нас же уже подкованная аудитория, что существует рейтинг и существует антирейтинг. И у одного и того же человека одновременно может быть и высокий рейтинг, и высокий антирейтинг. Так вот, те, кто поддерживали господина Кима, они сейчас немножечко подпросядут, а антирейтинг вырастет значительно. Потому что те, кто на него внимание большого не обращал, или в принципе не придавал большому значению там слежку. Утвердятся в мысли, что правильно делали. Утвердятся в мысли, что неправильно делали. А теперь он является, ну то есть раньше они его не замечали, то есть им неинтересно было. А теперь он для них будет являться определенным раздражителем. Тут стоит вспомнить, что когда господин Кличко, например, киевский городоначальник, тоже по большому счету коллега все-таки Кима, да, потому что чуть-чуть на другом уровне, но тоже занимается делами захозовыми. КМДА, ну да. Так вот, когда господин Кличко пытается играть в политику, хотя стоит отметить, что у него ораторские способности несколько ниже, нежели у господина Кима, ну. Но зато мимика богатая. Зато богатая мимика, это факт. Вот, когда он пытается играть в политику, ему оттуда сверху постоянно намекает, мол, ты мужик захоз, ты занимайся делами захозовыми. Вот, а когда Ким пытается играть в политику, а тут мы видим, что не только в политику, еще и в пропаганду, да еще и претендует на то, чтобы быть совестью народовой, вот, ему тоже, наверное, в принципе, неплохо было бы напомнить, что, в принципе, он завхоз. Он завхоз. При этом мы с тобой отметим, я смотрел с Кимом одно интервью. Да. По-моему, летом прошлого года это радио «Свобода» его брала Даша Кудимова в Николае. И все то, что касается ход счастья, финансово-хозяйственной деятельности, с точки зрения функционирования портов, жизнеобеспечения предприятий, он не глупый вечер. То есть, он вполне себе осознанно, ну, с пониманием того, что где-то он когда-то был в бизнесе, возможно, и будет дальше. То есть, тут процессы ему близки, он как бы понимает проблематику. С точки зрения политики и участия в пропаганде, знаешь, вот, я ему не сопереживаю ни в коем случае, но, с другой стороны, где-то и понимаю. Понимаю алгоритм поведения. Ты начал взлетать с носками на столе, короче, и так дальше. Ну, людям нравятся, люди успокаивались как-то вот. То ты, то Арисович выскочит, как бы. Подоляк в тот момент не был особо умным, он со временем поумнел, наверное, как раз книжки сидел, читал. Вот. И в тот период, когда ты вроде вот на пике, знаете, берут и говорят, нет вас больше. Ну, в публичном пространстве. Нет. И вас нет. А потом вам звонят и говорят, слушай, ты же часть системы, часть. Хочешь, не хочешь, приезжай. А не кем больше дырки закрывать. Ну, вот просто покажите мне людей, новых приобретений в команде, которые могут сейчас в условиях искусственно и глупо созданном самостоятельно конфликта между военным и политическим руководством, в условиях, когда оживает парламентаризм, оппозиционный. Вы же не воспитали за эти два года каких-то лидеров внутри фракции, даже не медийно, а с точки зрения событий каких-то, что тоже воспитывается, которые бы имели какой-то процент симпатии со стороны людей. И вы выбираете вот со своего поля вот в этой грядке. Министров вас вообще никто не знает. Никто. Премьера тоже никто не знает. В офисе президента 5-6 менеджеров, которые, в принципе, благодаря активистам и общественным журналистам там тоже уже клейма нигде ставят. Ни на одном, ни на втором, ни на третьем. Ну разве Лещенко уже не работает? Удивительно. И вы, а вас гряд, и никто с вами дело иметь не хочет. То самое главное. То есть вот это же очень интересная ситуация, когда можно же обратиться к людям, сказать, давайте как-то совместно что-то делать. А вам не верят. Вот в том-то и дело. А делать когда? После того, как вы полтора года удушили все везде и подмяли под себя начинать с вами совместно что-то делать? А это справедливо. Справедливость по-новому. Или не понимая то, как можно потом быть брошенным и выброшенным? А это справедливость. Тоже по-новому. Так вот вы вот в этой на самом деле огромной грядке всего у вас есть, у вас остался Ким. Ну вот вы ким и юзаете? Приезжай. Можно же конечно даже легенду придумать, что вот это здание он подписал восстановление Николаева, потому в Киеве приехал и потому тут кути. Базар анон. Ну то есть датчане до того они по-моему покровительство над Николаевым брали. Ну то есть шерсть над городом по восстановлению и так дальше. И там делегации постоянно работали. Он сам об этом интервью рассказывал. И ничего там нового сверхъестественного подписывать такого грандиозного не надо было, чтобы придумывать легенду прибытия в Киев путь интервью на телемарафоне, где стоит ведущий, понютый, если я не ошибаюсь, очень уважаю журналист, он грамотный, толковый, опытный, но надо понимать место, где он работает. У него спикер, который говорит, слушайте, те, кто сидит дома и не дергаетесь. Ну и нормальный гражданин, в первую очередь гражданин своей страны, а уже потом работник «Мы – Украина», марафоны «Единые новости». Это вам не кажется? Вы немножко негосударственную позицию озвучиваете в отношении прав человека, в том числе естественных, в том числе политических, в том числе тех, которые не могут быть ограничены военным положением. Человек, если он уклонист, как вы говорите, он привлекается к определенному виду ответственности. и задача государства, она устанавливает как раз таких людей, привлекать в соответствии с законом. Но человек, даже находясь в местах лишения или ограничения свободы, он тоже имеет определенные права, которые тоже регулируются определенными правилами, процедурами и законодательными. Что значит, вы не можете жизнь полноценной жизни. Это какого перепугу? То есть устанавливаете вину на сограничение возможностей человека исходят из чего? Установление факта вины. И гражданин тогда ведет диалог с политиком, как с тем, кто ответственен перед ним за организацию жизни в этой стране, а не как с Богом, который тебе донес, как тебе, грубо говоря, креститься, молиться, просыпаться и все остальное, все другие нужды справлять. Но мы так не мыслим, потому что у нас есть пророки в вопросах ковида было такое слово суперраспространитель, по-моему. Вот у нас суперраспространителей суперпоширивающих. В медийном плане их же практически нет. Ну вот реально. Ну, именно вот того, что бы хотели доносить, если они знают, что хотят, представители нашего верховного команды. Короче, это, господин Ким, не обижайтесь, мы сочувствуем, сопереживаем, понимаем, но не надо себя так быстро. Моментально. Зачем? И точно так же, давай, уважаемый господину Панюте, скажем тоже, что мы точно так же сопереживаем, потому что он не смог даже ничего возразить во время эфира. Ну, или хотя бы поинтересоваться, точно ли это имел в виду господин Ким, когда именно это он говорил. Вот, для ясности, а можно объяснить конкретно? согласен с тобой. Можно же было, может, вы неправильно формулировали. Я думаю, что Панюте достаточно опытный журналист для того, чтобы уточнить, если бы он хотел уточнить. Но он не хотел уточнить. В силу каких причин он не хотел уточнить на совести господина Панюта. Слушай, вот мы сейчас разобрали, да, самые такие основные, наверное, глобальные новости, и вот я хочу такой вопрос задать и тебе сейчас, и задать его нашей уважаемой аудитории. Вот, приготовьтесь все. Допустим, я вам дам сейчас деньги. Определенную такую небольшую сумму, ну, и не совсем так, чтобы вот валяется на полу. Вот дам вам деньги в размере 1692 гривны. Что бы вы купили за эту сумму? То, что бы ты купил? Неожиданно, согласись. Блядь, я ж не знаю, как разгуляться с этим праздником жизни. Ну, давай так, ну, что можно купить на 1692 гривны полезного? 30 литров бензина. 30 литров бензина. Еще. Плюс-минус. Так это не полезно, это расходы. Ну, все равно это полезно, ну, то есть это важная покупка, нормальная. Что еще можно купить? Продуктов можно купить? На 4 дня, да. На 4 дня можно купить продуктов. Вот. Ну, или еще что-нибудь. За коммуналку. Но у меня пока и бак полон, типа, и это, не знаю. За коммуналку заплатить было бы, но, правда, коммуналки это у нас побольше. О, наперед заплатить за этот, как его, за тепло. Оно все равно будет дорожать, поэтому за тепло вперед заплачу. Вот. А, налог заплачу этот, единый. Да, там как раз, по-моему, подняли, минималку же подняли, единый, а блин, я уже заплатил. Короче, авансом за февраль авансом за февраль можно заплатить себе налог. Ну, то есть, такая достаточно небольшая, но полезная сумма денег, за которую что-то можно сделать, такое вот ощутимое. И за эти деньги в минуту государство делает кое-что ощутимое. Сейчас расскажу, что. Оказывается, что, ребята, ребята, одна минута трансляции канала Рады стоит для вас и нас, плательщиков налогов 1692 гривны. Тендер на производство программ для телемарафона без конкурса выиграла компания, которая, как намекают в некоторой прессе, связана с экс-заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Значит, что случилось? Телеканал Рада выбросил тендер, грамотнее говорить, выставил на конкурсные торги. Значит, услугу производства вот этого телерадио, аудио и всего чего, то, что вы видите по кнопке телемарафона, то есть по множеству кнопок. Тендер ни много, ни мало, на 105 миллионов гривен, и что, знаете, удивительно, короче, желающих, видимо, не было, потому что одна компания взяла и сразу выиграла этот тендер. Ну, то есть моментально. И вы, говорит, не поверите, как говорит нардеп Железняк, что сразу победу получила компания, которая называется Кинокит, и ее связывают с экзамом главы офиса президента Кириллом Тимошенко. Напишите, пожалуйста, сейчас, как вы считаете, сколько бы вы лично еще добавили денег для того, чтобы закупить как можно больше производства для телемарафона? Вот достаточно ли сумма в 1692 гривны для того, чтобы делать качественный продукт? Может быть, мало выделяем? Как ты считаешь, Андрей? Я знаю, что минута стоит дороже. Примерно еще два нуля надо перебросить, и вот тогда выйдем на стоимость минут. Это так, к слову. Ну, мы же с тобой, понимаешь, как нам играть в интригу, тобой особенно, ну, как бы вообще тупо глупо, если учесть то, что мы знаем, как организовывался перезапуск канала Рада из того, чем он был на каком, на седьмом этаже или на шестом этаже здания комитетов Верховной Рады, в тот момент, когда он удивительным образом с новыми ведущими переехал в одну студию в Кабмине, в другую студию в Верховной Раде, кто этим занимался, и как так вообще получилось, и технику закупали на частное лицо, ну, то есть покупался каналом Рада продукт готовый, продукт в этой же, по-моему, компании Кинокит. Как это финансировалось с учетом предыдущего бюджета канала Рада? Ну, то есть нам с тобой дурака тут валять, как бы смысла нет, а вот для людей надо, есть смысл подумать. Для людей есть смысл подумать. Поэтому... В любом случае, знаешь, я не хочу... Тема, тема шатают, не, Вась, тема шатают и говорят о том, что там, по-моему, два ярда или сколько выделили на марафон в этом году. И надо смотреть, как бы не настолько принципиально, потому что аргумент денег не работает. Как, сука, прости меня, может не работать аргумент денег в стране, которая рассказывает не брухивку, а FPV-дроны, а тут оказывается, ну типа, смотри, ты вещаешь, я вещаю, 24 канал вещает, апостроф вещает, ну короче, куча каналов вещает, как-то выживают, но за бюджетные деньги существует только марафон. И тогда мы говорим, нет, вот марафон для нас должен быть, мы ему не доверяем, ни хрена уже, в 23-м году соцопросы показывают, не доверяем, не смотрим, но не алымая бута. И где здесь вот рациональное зерно в логике обсуждения? Нигде, потому что это инструмент, который необходим тем, кто распределяет финансовые потоки. Все. А что такое марафон? Вот пришел там вот это, как Юрчишин, стал главой комитета, да, вот, все, сняли кого-то, как это, с группы, или не с группы Бойко, не с группы Бойко, кого посадили? Кто был главой комитета? Шуфрича, что ли? Шуфрича. Шуфрича закрыли. Кстати, а как у него, как там продвигается уголовный процесс по Шуфричу? Я про него давно уже ничего не слышал. Ну, слушай, там, короче, полномочия. Знаете, не продлеваются, не продлеваются. Не, так я к чему? Пришел, пришел Светоч, понимаешь, истинно либерально-демократических правил. Ну, скажи ж ты людям, на основании чего вообще существует марафон? Где этот нормативный документ, который определяет, скажем, квоты временные? Раз. Кто входит в марафон, кто не входит в марафон? Где это? Ну, ты же за правилой процедуры. Ты говоришь, надо изучить этот вопрос. Что его изучать, прости меня? Ты найдешь в интервью нескольких людей историю о том, что марафон существует на основании меморандума, заключенного между топ-менеджерами каналов. Что? Какой меморандум? Ну, какой меморандум, на который вы выделяете деньги с бюджета? А как вы новый канал туда добавили, на котором господин Ким вещал? Как можно было 4 или 5 месяцев после того, как оттуда вышла Украина-24, держать вакантное место, держать вакантное место, пока новый канал не получил лицензию, и случайно вот все его так были рады видеть, и тоже его вписали в этот меморандум. И в то время другие каналы, не называем какие, писали, мы готовы, у нас сетка, вот Эспрессо там во Львове сидит, типа, Апостров Киеве, 24-ка сидит, мы готовы, давайте. Не-не, вы нам не подходите. А что не подходите? Ну, не подходит. И вот сидит Юрчишин, мне рассказывает, ну, то есть он с позиции голоса, ни хрена себе партия, рассказывает о том, что он разберется. А с чем ты разберешься? Ни хрена ни с чем не разберется, ни господин Юрчишин, ни любой другой депутат. Ты знаешь, не хочется сильно долго разговаривать об этом марафоне. Ну, давай. И не хочется сильно долго разговаривать, вот для меня совершенно по другой причине. Я привык, к сожалению, привык уже наблюдать за все годы, все годы, там, скажем, журналистской деятельности, как в нашем государстве, куда-то утилизируются деньги. Ну, это, знаешь, это процессы, на которые, к сожалению, я мог там раньше чуть больше, сейчас, наверное, чуть меньше мы можем повлиять, потому что сейчас эти статьи являются очень целесообразными, как объясняют. Вот. Непонятно почему, но они такими являются. Вот. И мы можем исключительно наблюдать, что несет за собой марафон. Он несет определенную там какую-то информационную нагрузку и финансовую нагрузку за эту информационную нагрузку. Так вот, когда он обосновался и когда он начал работать, не хочу там обидеть некоторых достаточно талантливых девочек и мальчиков, которых я хорошо знаю, которые там работают, вот. Но в подавляющем большинстве по людям, которые туда были набраны, я был абсолютно спокоен, что уровень жесткой пропаганды, конечно, у нас провалится. Он провалится. Потому что, если вы набираете кого-то куда-то по остаточному принципу, могут обижаться те, кто понимает, о ком я говорю, то у вас такой продукт и получится. И судя по тому, как это строилось, я изначально понимал, что это будет такая фабрика отмыва каких-то бабок или переброса каких-то бабок. Потому что во время каких-то действий, таких как, например, война, существует огромное количество разных отраслей, которые очень неплохо умудряются зарабатывать на этом всем. И телерадиопроизводство, оно не является никаким исключением по этому поводу. Как-то так. В общем, давай... На этой прекрасной ноте... На этой прекрасной ноте я задам просто единый вопрос для наших зрителей. Мы с Андреем не претендуем никогда на истину в последней инстанции. И от того, что нам не нравится марафон, это не означает, что вам не нравится марафон. Поэтому напишите, пожалуйста, ваши любимые передачи, которые вы смотрите во время телемарафона, ваших любимых ведущих в комментариях, если хотите. Ну, то есть, вот то, что вам понравилось за последнее время. Пускай вот кто-то из них зайдет, посмотрит, вот какие мы молодцы, а там надо подтянуть еще. Например. Я бы сам задумался, как ответить. Я напишу в комментариях. Ну, ваши три любимых эфирных часа каких-нибудь за последнее время, которые вы там посмотрели. Поддерживаю. Мне нравится. Я же верю, что... Я тоже подумаю и напишу. Все, друзья, на этом будем мы, значит, финалить вместе с вами. Вы должны... Вы должны практически святая обязанность подписчиков нашего канала поставить лайк, а кто еще не подписчик, вот, тот обязательно должен подписаться. Мы движемся к серебряной кнопке в 100 тысяч человек. Планируем ее в течение месяца, наверное, получить. Поэтому давайте-давайте. На этой неделе у нас много будет интересных видео на канале. Также следите, пожалуйста, за обновлениями. У нас будет и Михаил Чаплыга, и Руслан Бортник, и еще некоторые гости, кстати, добавят... Геннадий Алексеевич Дубов будет, Обязательно, обязательно. Новые гости добавятся, новые лица, которых у нас некоторых не было очень давно, а кого-то не было никогда, скажем так. Поэтому, в общем, все, заинтриговал, ребят, всех вас обнимаю. Абсолютно. Лайки, репосты. Спасибо. Поддержечка по реквизитам. Не забываем подписываться на Легист. Вот. Ждем вас. Друзья, до встречи. Хорошей вам недели. Пока. Давай. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова